Привет, уважаемые друзья! На невероятном стадионе Estadio Domorumbi Естественно, Пекин, друзья, город Пекин Столица Для тех, кто не знает, Пекин это столица Сенегала Если вы со мной не согласны Учите географию Потому что Сенегал играет в зеленой форме Langjang и Huih Huilon Это, друзья, те игроки, которые Составляют основы Сенегальской армии И Жоу Тинг, друзья, Жоу Тинг Смотрите, как они бегают здесь Он просто замирает на месте и потом убегает А у тебя Ансул Амат из сборного Кувейта Ох, Нойер у меня ворот Смотри, куда выиграл Это он еще даже не пытался Просто так, на отбой сыграл Ой-ой-ой, что это было? У тебя есть вообще Арахмед, слушай Слушай, братан, Арахмед На самом деле у меня есть все гораздо серьезнее Чем ты думаешь? У меня есть Месси Кувейтский Месси Знаешь, у тебя во всех командах есть Месси Да как и у меня, в принципе Вот, смотри, Гуэрон Настоящий китаец Из Пекина В черном месте Хороший заброс Ну, очень хороший Хороший прострел Братарь-то уже Посмотри, там лоток с апельсинами лежит Да, да, я тоже, братан, Братарь, Братарь Где мои игроки Я вообще никого не вижу сейчас У тебя одни Ахмеда Там Фолом Ахмед играет Тут еще какой-то Ахмед Тут Ансул Амад Анкиду Анкиду О-у-у! Вы же все как вместе играют. Почти, почти, близко было. Жалко, что нет здесь сборной Индии. Вот лодки с апельсинами были на ваших прадах. Жалко нет сборной Индии, потому что мы мечтали просто проверить физику. Может быть, с индийскими командами тут они все на слонах выходят. Это было бы прикольно. Это было бы реалистично. На нашем плёсце реалистичный футбол пропагандирует. Это что такое? Да что? Нормально все было. Рилл, он боит по воздуху. Он там уже в интеллиности своего блевывает на газон. Ховард Верб. Ну, у меня не Ховард Верб, у меня просто лысый хрен. И шортики такие, как, не знаю, двигатели самолетов в старой игре. То есть они не круглые, а такие вот, как сказать, с гранями, как граненые стаканы. Как думаешь, стоит пробить? Конечно. Когда еще будет такая возможность? Анки-ду, мяча. Сейчас я найду самого лучшего шотера в этой игре. Да, Анки-ду лучший шотер в этой игре. Вот она. Анки-ду! Анки-ду! Буф! Что-то переборщил Анки-ду с силой, короче. Да, он бил в лоток с апельсинами. По крайней мере, в Кувейте так принято, по правилам футбола, там надо не ворота забивать, а в лоток. В лоток? В лоток, да. Как кошки прям. Ну, смотри. Просто выжидательная тактика, чтобы не пропустить от команды Пекин-Гуанчжоу. Посмотри, какие расстояния. Вот чувствуется широта Китая. При вот этих вот передачах. Посмотри. Ну, просто Игнашевич и Березун. Ну, что за Барселона? Как отнять-то у этой команды мяч? Это Арахмейд. Арахмейд! Ансуламат! У меня есть капитан команды, который такого не... Ой-ой-ой! Ну, конечно. Это было очень бедно. Центральный защитник! Чтоб вы знали, позицию просто проиграл. Даже не пытался, чтобы разбил. Так, а почему Джанг Шипинг не выбивает? Струйка у него появилась. Это Джанг Шипинг. Нет. Здесь... Вот так. Просто гений. Гений защиты. Китайцы туда выбил опять. Ближнему выбивай. Ближнему, понимаешь? Что? Что это прострел? Супер вратарь. Он встал на колени и молится лотку с апельсинами. Нет, я вообще... Я не ожидал такого. Нет, видимо, в песне вратари реагируют исключительно на удары. А если ты нажмешь на прострел... Ну, вот это типичное... Вот, смотри, даже сейвы показали. А за что показать? Что? За чем показывать эту херню? Ну, показывать всю атаку, чтобы зрители могли понять, как... Здесь, Вась, в повторе. Посмотри, посмотри. Просто великолепный. Он еще под мышкой пропустил. Это не FIFA совсем. Да, это не FIFA. FIFA такого быть не может. Ну, хотя, я не знаю, какой рейтинг у этого голкипера. А сейчас, кстати, я посмотрю. Может быть, ну, если там рейтинг 60... Я допускаю, что он мог пропустить это. Я думаю, 70 лет рейтинг. Ну, посмотри, ну, это вообще никуда не годится. То есть, еще через него перепрыгнул этот и завис в воздухе. Так, ты думаешь, 70, да, рейтинг у моего вратаря? Ну, плюс-минус, там, единичка. 65, друзья. Ну, ну, не знаю. В принципе, я допускаю, что вратарь с рейтингом 65 может допускать такие ошибки. Потому что в реальном футболе они бывают. Нет, тут просто... Как бы это совсем не FIFA. Да. Ну, нет, с другой стороны, в FIFA мы так не поиграем. Понимаешь, как в PES. Потому что в PES очень весело. Вот, утака, смотри. Фифу мы просто... Подожди, а это тот самый утака, который вот известный? Да, это тот самый не утака. Нет, тот утака, по-моему, в батали играет где-то. Хотя... Может быть, он уже старый. Да, может быть. Ой, ну это совсем не FIFA. Ахмед, смотри, вратарь просто вырубил Ахмед. Нет, он играет на выгодах как Мануэль Ноер, понимаешь? И при этом не может прострелом бить. А-а-а-а, защитный! Причем, что? В PES. Ну, нет, я вообще просто в шоке от игры второго защитника. То есть, именно в PES, что очень плохо, да? Это то, что ИИ играет абсолютно отвратительно. То есть, вот сейчас я управлял другим защитником, а тот защитник, который, собственно, был рядом, и которому правил компьютер, он даже не пытался мешать, как-то пробить, потому что если бы я нажал на кнопку переключения, защитник бы просто завис. А тут мне пришлось просто в подкате пытаться что-то сделать. Да, кошмар, кошмар какой-то. Просто кошмар. Ну и подкат не сработал, кстати. От профессионала какая-то. Ну ничего, утака, ребята, еще свое слово не сказал. Свое утакское слово. ProValition Soccer — это игра про контроль мяча. Игра для профессионалов. Для мастеров. Для профессионалов. Что такое? Ну что за Барселона начинается? Это не Барселона, это Пекин в Гуанчжоу. Два негров в Пекине играют. Ну-ка, так. Ну-ка, и весь мир в руках! Что? Это во дворе забивают просто! Ну куда ты бьешь? В опять лоток с апельсинами! Нет, это вообще... Это просто... Не, ну хотя, апельсин переводится как китайское яблоко. Так что, может быть, удар на вес получено 300 очков. Я понял смысл этой игры. Тут не голы надо забивать, друзья. Здесь надо удар на вес. Это был удар на вес. Мне за это еще 300 очков дали. Нормально? За то, что я гол не забил, в момент засрал просто. Хлам, и ты, оказывается, не засрал. Это так и надо было делать. Леха, ты дурак. Забиваешь мне голы. Да, вообще... А надо было удар на вес делать. Вот что опять происходит? Где защита без сегон? Да что ты будешь делать, а? Это был сантиметр. Смотри, оп. Ну вот в это я, в принципе, верю. Но защитники китайцев опять очень плохо защищают. Правильно говорят, что без великой китайской стены китайцы очень плохо защищают. У меня есть негли игрок. И он негр. А нет, это у тебя. Но он тоже негр какой-то. Смуглый парень. Опа. 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 Рахмель. Услющий, ну это не защита, это что? Это позор просто какой-то. Да нет, это в сайде. Там была в сайде. Не там была в сайде. Да не было в сайде. Кошмар какой-то. Просто кошмар. Это все. Это у нас выбил из колеи вот этот гол. Ай-яй-яй. Китайцы воткнулся. Как здесь играют защитники ИИ. Это просто в шоке. Он просто стоит. Потом кидается. Но в сайде был, в асангеле. Конечно. Ну, к сожалению. Хотя, может быть, вратат там успел зайти за линию. Ну не, не успел. Вряд ли. Наверное, в сайде, скорее всего. Но почему-то... Ну, я думаю, что здесь такие правила, что тут не важно. Видимо, судье просто не успел прибежать до момента. Мы сбросим на это все. Да и не очень-то и старался. Сейчас мы... И сейчас я, кстати говоря, буду пасовать судье. Может быть, он за тебя играет, перехват сделает. Нет. Не успел. Ой-ёй-ёй. Ну нормально, нет. Китается просто убил. Растоптал. Ну, FIFA. Ну что это, китайцы? Ну, потому что там китайцы. Там пределы. Ой, да ладно. Защитник даже сыграл. Почему здесь нельзя развернуться? Что, они не умеют это делать? Знаете? Ну, вообще, в принципе, игроки про эволюцию сокер. Зато суперпасс на атаку. Про это блокировка была, кстати. Повардвеб играет за красным. У меня все дело из-за... А у меня красный. Wellplay мне. Вот фига там моего убит игрока. Wellplay. Я перепутал с судьей своего игрока. А у меня вот судья, он нейтральный. Вот сейчас просто игрок был мой рядом с мячом, но он не попытался даже побежать. Видимо, настолько было бы странно, если бы он не сделал. Вот может, из песа вообще убрали, а в следующей части бы его не сделали. Ой-ой-ой. Не, Гли, не смог помешать Утаке, и ногу Утаке оторвали просто. 0-3. 0-3. Горит Гуанчжо. Гуанчжо так не горел во время великих пожаров в Китае. Что? Почему они друг друга испугались сейчас? Ну, потому что китайцы пошли в атаку. Они уже устали проигрывать, они не терпят поражения два матча подряд. Я два матча подряд играю за китайцев. Кстати, за сборную Китая я 1-6 проиграл. Сейчас 0-3. Я рискую... Ставлю под угрозу проведение саммита Шоссе-Брикс в Уфе, потому что... Я думаю, что китайцы, увидев, как игрок из Уфы играет за китайцев, ух, ничего себе. Ну, на Литов сейчас просто... Ну, что-то негр выглядело. Литовский перехват. Не Амин, не Амин, он защитил. Фантастика. Китайский феномен накрыл. Жалок сиперет. Может, он больше француз какой-то. Ну да, может быть, помесь. Пептин Гуань. Пептин Гуань. Ну, пока мы действительно играем, как какой-то Гуань. Хотя точных передач у Гуани-то побольше. Гуань. А мне, кстати, Гуань, между прочим, больше сделал. Чего больше сделал? Не помню, я вам штатисты куда-то крыл. Но у меня чего-то было точно больше, чем у тебя. По-моему, нарушение. Ну, как сейчас перекватили? У китайцев такие не перекватывают. Привет, из Фифы. Архмет. В Фифе не боят этих точных передач, потому что только сильные игроки в Фифе могут отдавать классные передачи. Ну, там защита. Ну, все. Все. Это будет голяса, потому что Утака не прощает. Да? Да. Это хорошо, что Утака не прощает. Ой, какой эстет. Просто китайцы выжигают центр поля. Китайцы просто выжигают. Да вообще, что-то китайцы запрягли просто кувеет. Просто запрягли кувеет. Галкипер! Ну, что он сделал? Это совсем не хипа, ребята. Что он сделал сейчас? Это Фаломадихе трик. Избил невидимого человека сейчас. Воздух сбил просто со страшной силой. Давайте посмотрим еще раз. Это гениальный момент. Пас. Он мяч просто... А, нет, нет. Пас был вот здесь. Тут показывают еще полматча. В этом повторе. Ну, потом, естественно, китайцы подскользнулся. Тут никого нет. И вратарь... В каком... Он играет в стиле бабочка. Потому что он изобразил бабочку в момент удар. Вот, смотрите. Я бабочка! И... Да. Очень жалко. Но я думаю, что бабочка должна парить и порхать высоко. Все. Джанк шипенг. Бабочка. Ньонть хонг. Ганк шипенг. Нормоз. Не было ничего. Вратарь не нарушает правила в песне. Золотые правила. Для симулятора. Тут вратарь безгрешен. Ну, правильно. На их долю стойкость всего скапливается, что они чуть ли не святыли. Мучениками считаются. Утака. Чё так медленно разгоняешься? Какой-то утыркань утака. Вот два негра. Они... У них взаимопонимание на уровне пальмы и банана. Хотя бананы-то не на пальме растут. Но вот это гуляться должно быть. Нет? Ну, как-то так. Это было очень близко гуляться. Да у меня, знаешь, уже было два супермомента. Но в первом случае я исполнил удар на вес. За которым мне дали три стачков. О! Ну, давай красную карточку за такое. Арахмель! Слушай! Чёртая карточка! Поняли, да? Ещё один, и всё. Арбузы продавать не дам. Лицензию отберю слюча, и всё. Ну, посмотрите на это. Ну, просто... Ну, хоть здесь не было такого фола. Почему он подлетел, я не понял. Как будто Арахмель обладает какой-то... Смотри, у тебя играет Матич. Матич? Да, у меня играет Матич. Нифига себе. Звёзды. Звёзды мирового футбола. Утака! Ну, Утака и Матич. Всё, ну, это победа должна быть. Сейчас будет камбэк. Время ещё есть. Я ещё свой запас не смотрел. Может быть, там у меня... Вообще, в месяц... Вот так вот пас. Я вообще хотел дать защитнику, который рядом там стоит. Просто это... Вон, что получилось. Да. Отворот. Пока, к сожалению, Пекин Гуано играет, как полная Гуана. Или как мы там называемся? Гуань. Гуань, гуань. Гуань. Абдул Суламад, неглилый. У тебя негр, он... Ну, он против негров, специально обычный защитник против негров. Очень популярен был в Америке, когда там рабство ещё не отменили. То есть, негры же они могли в любой момент забунтовать. То есть, я понимаю, прекрасно. Им поэтому... Гениальными передачами, то есть, вот, контроль мяча запредельный. Почему Куань играет в Барселону? Уровень Барселону. Уровень Спартак Карпина просто. Утака! Ну что ты... Ты видел, как он прыгнул? Нет, он даже не пытался открыться. Он убежал по вратаря просто. Гений, а не Утака. Он же мог немножко остановиться там резко. Я не знаю. Вот дай мне пас. И всё. А вот нет. Утака, Монтак не играет. Утака, прессингуй. Нет, к сожалению. Прессинг там слишком сложно. Вот это передача. Какая обработка мяча в 10 касаний. Это явно стиль Гуана. И... Вот разный фолк. Опа! И мяч прошел сквозь коленку моего игрока. Опа! FIFA привет! Ха-ха-ха! Нет, защита Пикина Гуань. Я думаю, ну это просто полная гуань. Я не знаю. Ну вот здесь посмотрим. Во-первых, здесь было нарушение правил, потому что китайец парализован был просто. После этого отбора. Ну тогда финт просто не дал от Месси. Потом какие-то финты, да, где мяч проходит сквозь ноги. И вот, пожалуйста, пожалуйста. Галясо тут же. Галясо. Но на самом деле, ни в коем случае я не критикую игру. Просто я не умею играть. Не забудьте написать об этом в комментариях. Потому что вдруг я забуду, что я не умею играть. И вот сейчас пробью и бом. Там уже бом. Что? Что? Вратарь отбил, вытащил из девятки просто. Нет. Нет. Мне показалось, что там, да, он отбил на угловой. Но, думаю, нет. Он как-то побежал, я думаю, за апельсин. Ха-ха. Говорит, скучно мне пойду и апельсин куплю. И что такое? Опять все наши игроки китайцы высокорослые. Они не могут выиграть борьбу. Ой-ой-ой. Че себе? Чем он играет? Лутарище, бубонище, галясо. 0-6. Сборный китайцев хотя бы смогло забить один. Ты вообще видишь, как они играют? Это сборный Кувейт. Это лучшая команда. Это Ансуламат, друзья. Просто хернанес. Потому что... Лучшая команда года мира. Всея Руси, просто. Всея Руси, да. Лучшая команда. Всея Руси, сборная Кувейт. Давайте посмотрим еще раз. Как сыграл китайский вратарь здесь? Самоотверженно вывел мяч на ногу сопернику. И Абдул Суламат. Ну, посмотри, положил просто. Я не знаю, сможет ли Швайнштайгер какой-нибудь или Кросс вот так вот положить. А Ансуламат? А Ансуламат 10 из 10 такие забьет. Конечно, он на тренировки каждый день забьет. Сейчас мои Ансуламаты пойдут. К тому же Галясо должен быть. Нет. Нет. Там Альбандуин. Мои игроки боятся мяча. Вот я тоже заметил. Они как-то вот боятся его перехватить. Хотя в сантиметре от него пробегают. Но думают, нафиг он нужен этот мяч. Одни проблемы от него. Это Фалясо. Ну что? Чистый отбор. Какой Фалясо? Фалясо, Фалясо. Нет, смотри. Просто взял мяч и пошел. Нет, мой игрок сказал, так нельзя. Это фол. Им действительно. Я сказал, что действительно так нельзя, я... Раджик! 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 Ой-ой-ой! Китайцы играют в касание. Знаете, просто гений футбола! Ускорение! Подача! Апача! Я бы даже сказал, не грилом! Удар хороший тебе! Головой так качнул, качнул! Как маятник, как Артем Дзюба! Гениальная игра пяточкой просит! Месси! 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 Ой-ой-ой! Что это было? Перехватил, надо же! Практически сам! Я нажимал отбор от именуемых пяточек. А он отдал пас, зачем? Ну, видимо... Отбор и пас почти одно и то же. Сначала делаешь отбор, потом все равно пасовать надо. Я заранее решаю. Заскриптованная игра! Нет, в Песе нет скрипта. Это в Песе. Скрипты только в Песе. Как так-то? Не могу... Вот он! Скрипт! Скрипт сработал, друзья! Гляди, сейчас и это... А, сами девятами. Так, ну я думаю, что можно даже замены какие-то уже делать. Да было бы кого менять, если честно. А я даже не знаю, кого менять. То есть сейчас скажу, тренер опоздал с заменами, поэтому ну решение. Пушка страшная! Я бы вратаряшку. Зато пушка! Это же самое главное не гол. Ты не забывай. Самое главное здесь сделать удар на вес. За гол тебе ни одного ГП не дают. А за удар на вес... Сколько хочешь? Нет. Бежит? Нет, бежит? Нет, бежит. Но! Но! Гений! Это гений! Аааа! Не попал! Гений! Два гения встретились просто одних. Да. Перемудрили. Гений. Ну сейчас мы... Сейчас мы проведем замену, которая перевернет, под матч. Найдем Ранокию. В составе нашей команды. Величайшего Раноккиа. А у нас есть... Ю, Янь, Джань, Суань с рейтингом 49, друзья, 49, и ху-ву, 48, вот, я нашел, я нашел человека, который мне сейчас просто вытащит, выдрычит, как говорится, эту игру, так, ну вот у меня был, оказывается, защитник 70 рейтинг, а у меня играл человек с рейтингом 61, вот так, вот поэтому, вот поэтому, я просто неправильно подошел к этой игре, план игры не настроил перед матчем, в результате, вот у меня какой-то хуй вон играл, у меня вышел Верим, игрок под фамилией Верим, Верим, он просто Верим, Верим в тебя, парень, Верим, Валера, Верим, этот игрок должен был перейти в Спартак или в Мольорку, возможно, еще перейдет, трансферное окно сейчас будет, Верим, друзья, Валера, 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 ой, 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 колесо, Валера, нет, а то, смотри, там еще круглые эти апельсины, Верим, друзья, на Пату похож, кстати, но это Валера Верим, нет, у меня он похож вообще на бомжа, с помойки, но Верим, да, ну посмотрите, посмотрите на это, посмотрите на моего великого вратаря, просто буфонище, он умудрился пропустить сегодня прострел, он умудрился, вот как это вообще можно было пропустить, и перекрывал все ворота, но, друзья, Валера, и как он точно пробил своих розовых бутсов, просто, у меня белые бутсы у него, а у меня розовые, лицензированные, понимаешь, подписанные лично Валерием Карпо, Валера, Валера, любовь, надежда и вера, видишь, мы не разобрались с составом, то есть, этот матч мог быть вообще другим, абсолютно, Валера Верим? Нет, у меня свой есть Валера, Джан Ши Пень, просто худший вратарь мира, мне кажется, после этого матча, он может все что угодно пропустить, что? Но Джан Ши, я даже не нажимал сейчас на пас, он сам решил, что нужно сыграть в этой ситуации именно так, зато как китайцы играют в касание, ну это просто гений, и мы заслужим забить хоть один гол, да, да, отнимаем и забиваем, вот он, матч, 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 хорошая передача, вот так, вот так хорошая передача, но тут не гли, не гли, друзья, он умеет с Негриной разговаривать, разговаривать, что такое? Что было? Что было? Красная карточка, друзья, что? Выражение боли на лице у этого игрока после, ой-й-й-й, ты Негра ломаешь, причем там мяча даже не было, он сам захотел, вот, все, стандарт, это шанс, у нас Гуэрона мяча, на второй Негр, так, а, бит-то вот так, вот так вот закручиваем, сейчас мы закрутим, просто как Гундаган на тренировке Баруси, это Галяс, вынимай, ой-й-й-й-й-й, Голодно, мне показалось, залетело, ну нет, к сожалению, 0-7, Пекин-Гуань сыграл просто как Гуань, наш голкипер заслуживает золотой перчатки после этого матча, как минимум, но по точным передачам победили китайцы, и я считаю, что это победа Пекина, Пекин, столица Сенегала, я думаю, что вы не забыли, Утака, Войрон и куча понаехавших китайцев, и Джан Шипень получает на цене 5-0, какие 5-0, тут двойка сразу за те голы, это фантастика, это какая боль, какая боль, Джан Шипень 5-0, спасибо за просмотр, удачи и до свидания.